приветствую вас друзья поиграл впервые в арена breakout infinite сыграл 11 часов не так уж много но и это не какой-то там гайдик или какое-то обучающее видео по игре это просто первое впечатление и мое мнение как человека который много поиграл в тарков может кому-то будет интересно поэтому сейчас расскажу свои первые впечатления и так во первых очень радует визуальная картинка в игре оптимизация у меня хоть и видеокарта более-менее нормально но процессор очень старый древний и все никак не получается его поменять на что-нибудь поновее но там и материнку надо следом менять короче там все тянет друг за другом в общем я со своим старым процессором все равно смог поиграть и постримить это меня очень сильно радует также меня радует звук я слышу откуда враги стреляют где они ходят на каком-то расстоянии все хорошо все понятно причем звук красивый очень прикольный эффект когда заходишь куда-то в помещение там или даже в какой-нибудь контейнер сразу понятно что ты внутри короче звуки красивые игра красивая и оптимизированная это первое что тебя встречает и очень сильно радует также меня радует то что нет какой-то угнетенной душной атмосферы как в таркове в тарков мне прям напряжно играть и тяжело там постоянно как-то ты страдаешь я понимаю что это на любителя вот на любителя мне брака вот нравится больше во первых по нервам меньше бьет не так напряжно и поэтому я могу спокойно 45 часов посидеть поиграть и чувствовать себя нормально в таркове через 45 часов во первых будет как-то скучновато я буду спать во вторых она еще как-то напрягает все душная плохая оптимизация движок и звук вообще чушь какая-то также еще по медицине по управлению все намного приятнее нажал какую-нибудь там аптечку и ты прям вливаешь хп сразу в ту конечность куда тебе надо после нее сразу автоматически начинается лечение дальше не надо там каждый палец по 30 раз перевязывать перебинтовывать и так далее перехиливать каждую конечность по 30 раз это лишняя какая-то духота которая напрягает также что прикольно когда тебя покоцали там есть специальная менюшка которая вылазит с буковкой в которая определяет что тебе там в первую очередь похилить зашиться забинтоваться ты просто по одной кнопке клацаешь и она сама там хилит все что ему надо когда надо принимает обезболивающее когда надо кровотечение на одну и ту же кнопку нажимаешь эту в она бинтует потом хилит потом зашивает короче кнопка спасения для ленивых кому не нужно вот этот вот целая связка из быстрых кнопок чтобы там их нажимать что зачем там определять просто одну кнопку вжимаешь и игра там сама тебе все сделает это упрощение но также есть панелька с быстрыми кнопками куда можно напихать и медицину и какие-нибудь стимуляторы если тебе надо и стимуляторы тоже есть можно просто стимулятор бахнуть и он будет все по чуть-чуть хилить или стимулятор на выносливость или стимулятор на силу чтобы там переносить много лута если тебе надо короче все есть все что надо также что меня порадовало это прицел снайперский заходишь в него фпс иногда вообще не проседает иногда чуть-чуть наверное зависит от того куда ты там прицелился я свои повторы смотрел я когда играл подумал что вообще фпс не падает но на повторе я заметил что иногда в прицеле фпс немножко проседает с 80 там максимум до 60 кажется падал это в одном моменте в других моментах я вообще заходил то на 5 фпс падала то вообще не падала в тарковых прицел снайперский заходишь все минус половина фпс они просто улетели это такой отстой просто сказочный в общем мне очень сильно понравилась атмосфера звук визуал оптимизация картинка очень прикольно бегать по локации локация вроде нельзя сказать что она и маленькая или большая она какая-то вот как будто бы идеальный размер и надо кажется как будто бы хочется чуть больше потом думаешь да вроде бы и так не маленькая когда смотришь наверное на мини карту из-за этого кажется что карта небольшая но когда начинаешь играть попробуй все там везде облазить объять кажется что самых актуальных точек на карте 1 или 2 зависимости от карты карт всего лишь сейчас две большие и одна маленькая 3 и актуальных точнее самых интересных точек где все самое жирное на карте на одной карте одна такая . на другой 2 также там можно еще выбрать сложность начальная там лут послабее работает я так понимаю послабее ну и все самые сильные игроки наверное хотят поиграть в режим какой-нибудь там желтый он и красный еще есть я не помню как там они называются в общем можно выбрать что тебе хочется попроще посложнее чтобы лут побольше падал или чтобы тебе было попроще просто отдохнуть после работы в общем это хорошо также тут еще есть автопати вот что в таркове бесит заходишь ты почти всегда играешь один скучновато как-то во первых во вторых даже если ты играешь в пати очень часто так бывает это ты нет да нет ты там тут там кто где ничего не понятно ни иконок ничего нет ни карты нет хрен чё разберешь здесь тебе иконочки панели чки если союзник сдох там черепок на карте нарисовали вон там он сдох это классно автопати позволяет тебе просто собрать party идти играть до тебе попадутся рандомные челики но это все равно легче чем когда ты в таркове играешь один против тебя party и ты в этой духоте пытаешься что-то там исполнить и раз в тысячу лет ты party завалишь скобочках нет и типа будешь доволен а здесь автопати нажал поехал все иногда тебе одного чела в команду дают иногда у вас прям четыре сразу вместе с тобой кто-то играет хорошо из них кто-то плохо но в любом случае кто-то что-то там говорит кто-то там какую-то движуху создает кто-то тупит кто-то там врывается ты с ним там бежишь играешь короче это веселее чем в таркове лично для меня да там кто-то по-русски горит кто-то по-английски но в любом случае это какой-то движ и не так скучно ну по крайней мере я сейчас вот так себя в поймал на мысли что это не так скучно у нас кстати видео будет разделено на две части первая часть это там где я что-то говорю свои мысли про игру и вторая часть там где со стрима нарезал как я играл также в плане экономики не тяжело одеваться лутаться бегаешь там собираешь какие-нибудь цветные топовые шмотки по поводу от собирания в рейд в таркове это очень долго скучно нудно это просто боль здесь в арене нажимаешь на персонажа там на слоты которые у него есть там разная одежда шлем броня там рюкзаки и пушки все остальное нажимаешь просто выбираешь чё куда тебе надеть она сразу покупается по самой дешевой цене с барахолки сразу одевается все по быстрому клацнул и поехал пушку можно там сохранить себе также как и в таркове свою какую-то сборку одну вторую третью десятую по-быстрому ее купить собрать одеть и идти можно по-быстрому купить патронов которые тебе нужны по пушке твоей все очень быстро и четко реально в разы быстрее чем в таркове все это происходит в таркове там сделали какие-то наборы или еще что-то но это какая-то хрень здесь же ты просто нажимаешь покупаешь все что тебе надо это же там есть какие-то всякие наборы и всякая такая тоже чепуха в общем менюшки реально удобные даже можно всякие вот эти медицины и все остальное тоже нажать там есть специальная кнопка по выбирать всю медицину которую надо нажать окей и она вся сразу загрузится в твоего персонажа который не будет хватать она докупится и все то есть буквально можно просто по нажатию двух кнопок выбрать все что тебе надо по нажимать да да все ты одет поехали и загрузка в рейд буквально просто вечером сразу там за пару секунд закидывает утром я играл ну там 10-20 секунд загружала это в тысячу раз быстрее чем в таркове и сама загрузка в рейд не происходит там минутами она просто вот практически мгновенная блин если сравнивать с тарковым также очень удобно все продается на барахолке удобно все и быстро выставляется на продажу если тебе что-то не надо можно это быстро торгашам с продать и все можно выбрать сразу кучу всего и просто продать по быстрому можно по одному там на барахолку выставлять там есть ограничение на продажу за неделю сколько слотов сколько одновременно ты можешь продавать это можно увеличивать там за какие-то донаты также еще можно за донат и так понял вот этот вот безопасный контейнер куда ты можешь прятать шмотки которые не выпадают из тебя их можно на время арендовать кажется но в любом случае не знаю поскольку донат недоступен я играл без него там еще есть какой-то маленький контейнер который можно получить будет за какие-то там то ли задание то ли непонятно чё я играл без контейнера поэтому в принципе по экономике я не обломался и играть не душно по менюшкам не душно по картинке по графике по звуку по оптимизации по барахолке по экономике по быстрой загрузке в рейд эти все вещи просто хорошо сделаны ну и пока далеко не отошли от этих всяких менюшек задания берешь задание там все написано все понятно и тебе еще и на карте показывают куда идти также ты еще в рейде можешь поставить метку на значок задания и он тещу и на компасе будет показываться можешь еще метку на карте во время рейда поставить на выход она будет показываться на компасе сколько метров куда идти но в принципе как-то легче карты запоминать чем в таркове как-то они понятнее проще так что через несколько рейдов можно уже принципе без мета гонять разве что там можно на задание куда-то чё-то нажать единственное что по ключам я пока не понял некоторые ключи ты там берешь с собой в рейд находишь там это здание или комнату которую ты открываешь ключом заходишь и там вот какой-то несерьезный может надо там найти какие-то топовые ключи но я пока с этими ключами не разобрался за 11 часов где там какие крутые ключи там есть небольшая связка для ключей с собой берешь ключи они имеют определенное количество использований но те ключи которые ты нашел в рейде тебе надо их вынести прежде чем ты можешь повесить их туда на эту связку откуда они не теряются также еще в игре нет страховки если в твоем party кто-то умер ты можешь подобрать у него пушку выйти с ней и она отправится к владельцу а у тебя она просто исчезнет также бывает такая неразбериха что я выходил с какими-то вещами оказывались эти вещи из моего party они исчезали а я не знал что это их в общем если ты выходишь со шмотками союзников то они отправляются к союзникам вот такая тут страховка до некоторых механиках в таркове нету там каких-то перков я не видел или еще какой-то хрени душной которую на 300 лет качать также убежище я не видел но я так понимаю это игра в раннем доступе это первое второе она бесплатная что уже в принципе чего чего надо игра уже как для бесплатной просто идеальная тут пока мало карт я думаю что разработчики если потом будут развивать этот проект я думаю они будут поскольку игроков пришло играть много также там есть какие-то боссы так понимаю еще но я пока чет на них не наткнулся за 11 часов игры в принципе это все что я хотел рассказать это тупо веселый недушный тарков ну а дальше у нас будет часть видео где нарезка как я играл и ну это на игру прям похоже оценка похоже на игру по графике по звуку по графике по звуку и бесплатно и более что где надпись да опять аккумулятор батарейки в этой куртке какой цикл какой цикл от золота теплый терпик если мы понятным если мы не будем не будем если мы не мы так а со люди бывают кстати а вот патрон он еще обводится тоже выплевывает патрон как в таркале тут что прикольно в прицел заходишь и фпс не падает вот скопировали блин но неправильно надо чтоб как в таркале прицел заходишь на фпс а еще вот падение я бы уже разбился и сломал бы всех ребят в 10 местах сидит где-то маша можно повтор посмотреть где нас чел убил я вот не увидел а тоже какой-то звездолёте нихуя на прицел а в нихера мне не удивительно шею не увидел типа в подъем палит лишь а тут стена вообще не дает но а а как Аккаунт 2 Блин, у меня все все напопадают Аккаунт 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 Я убил правого Да, он умер Он умер на твоих, я умер на моих Господи, он там еще Распределил Был чей, кто чей Мне показалось их три Как будто бы один еще там Че, мы идеи игры Это просто копия Таркова Где? Что? Я думаю, я его убил Куда Куда В какую сторону воюют Без скилл Самон Сумоны О, одного О, я убил. О, я убил. Да чё, бот такой был? О, я убил. О, я убил. А тут была всё-таки нычка. И рак там много. Ну а чё лаваншот? Полутаз. Это новость, что они своровали у Никиты. Всё, что можно своровать. Это чё-то на месте. О. Чё, не сдох что ли? Или сдох? Я несколько раз попал жёстко. Ну, вон он валяется. Мёртв. Сначала какие-то бомжи всё время лежат. Ой, бля. Пушку спиздил, вперёд не идёт. Да. Слышно. что ли убил я ему вроде в ебало стрельну он здесь он там, внутри осторожно хорошо, можете взять мою М24, пожалуйста? война это он мой ник так пытается прочитать у тебя есть space? для моего М24? забрали, забрали здесь он так за свою пушку переживает спасибо мать пока здесь она на улице высвечивает о, чел мелькнул убил? не о, я себе убил, походу, чего-то в ебенях это что? глупо там что, конверт? или ушли уже? как с духотой как с духотой выгорели на улице в жизни вот чел лутается я три чела убил в одной дырке и что это не